Сегодня у нас 20 февраля, снега еще полно, солнышко уже как бы по-весеннему, и мы сегодня сеем рожь в теплице. Да, не удивляйтесь, но мы сеем рожь в теплице для кур своих. Они вот съели. У меня есть видео, которое мы показывали, что здесь они питались в январе месяце зеленкой. Вот она еще видна, не доели. И мы в феврале месяце, чтобы не проращивать зерно, а мы, чтобы были витамины, мы сегодня будем сеять рожь, чтобы они кушали в апреле уже как вырастет. Может сантиметра на 5, на 10, но это будут им витамины вместе с зерном и зелень. Как видите, у нас земля не замерзшая. Вот она, свободно лопата. Проходит даже сухая земля. И мы, когда посеем рожь, мы занесем сюда снег. Вот даже пыль летит столбом. Еще раз повторюсь, наш 32 регион, Брянская область, ближе к Подмосковью, в теплице 15-20 градусов. Особенно, когда на солнце сегодня. Наши куры гуляют свободно. Он на улице, в той теплице, кто видит мое видео, смотрит, знает, как мы их содержим зимой в теплице. Несутся у нас они очень даже хорошо. Через 2 дня на 3-е приходим. У нас 20-23. Порой их бывает и больше даже. Так что, вот сейчас в теплице мы будем сеять озимую рожь. Это от пырия хорошо и для кур витамины. Сейчас мы перекопаем вот это полностью. Вот такую мы сеем озимую рожь. Такая вот озимая рожь, называется Валдай, на зеленое удобрение. Я вам прочитаю сейчас. Вот. Озимая рожь является одной из наиболее эффективных культур, используемых в качестве зеленого удобрения. Посев ржи значительно снижает количество сорняков, уничтожает вредителей и возбудителей, болезни и растения, улучшает плодородие почвы, отращивает большую биомассу, является хорошим санитаром. Посев озимой ржи производится с середины августа до середины октября, когда мы сеяли уже вот эти теплицы, которые я вам показывала. Видео у меня есть. Кто хочет, зайдите, посмотрите. Хорошо подготовленную почву. Ну как почву? Вот мы вскопали теплицу. Вот как видите, вскопали. Мы больше ее не подготавливаем, ничем не вносим. Там остались корни от прежней ржи, вот как они видите здесь. Норма высева 25-30 грамм на квадратный метр. Весной зеленую массу заделывают почву, перекапывают или запахивают мотоокультиватором. Но у нас здесь куры покушают, да потом мы вот остатки вместе с корнями, мы потом, конечно, закапываем, перекапываем и хорошее нам получается биоудобрение. Использование седерата азимой ржи по своей силе не уступает навозу. Поэтому я всегда говорю, сейте азимую рожь. Отличное средство, даже и навоз не нужен. Сейчас я буду сеять. Сею я просто вот так, разбрасываю. Не знаю, что что было. На эту вот теплицу, вот полностью, у меня ушло два вот пакетика по 500 грамм. В итоге на теплицу, вот получилось, что я рассеяла целый килограмм этой ржи азимой. Вот оно, и не чуть-чуть, а как видите, вот оно хорошо просыпало полностью зерном. Вон они ждут, уже ждут, чтобы быстрее взошло, да покушали зеленочки. Все, сейчас мы его разровняем. Разровняли, и сейчас мы будем вносить сюда снега. Снега, вот, каждую эту. Сейчас мы нанесем целую теплицу. Проделали такую большую работу, вот туда емкую. Физиотерапия у нас. Нанесли вот снега в теплицу, вот комьями прямо на нашу рожу. Вот таким вот. Вот так. Все, он будет таять, наша рожа будет пропитываться. Вот. Ну, еще, если придем, растает еще снег пока в февраль месяц. Сейчас еще будет, и снег выпадет не один раз, мы еще занесем, и будет хорошо. Для наших теплиц на будущее хорошо. И зерно будет прорастать для наших кур. Все, идем в другую теплицу сеять. Другую теплицу мы будем сеять таким же способом. Снимать я больше не буду, чтобы не занимать ваше время. Вот так вот мы показали вам, как мы сеем рож зимой. Вот в этом году немножко даже припоздали. Мы раньше сеем. В этом году из-за отъезда, что у меня не было, вот посеяли мы 20 февраля. Это вторая наша теплица, которая съедена была рожа в декабре месяце. Еще вот остатки. Видите, прорастает она. Вот она. Но мы все равно сейчас перекопаем и посеем уже новый рож зимой, чтобы он еще прорастет. Можно разок пустить, они склюют. Так, это наш сегодняшний запас. Вот 24 яйца через 2 дня. Они грязные, грязненькие. Еще в пакете лежат. Молодцы, курки несутся. Это хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова